Мы рады вас приветствовать в Центре славянских культур. Просим заметить, что это не просто отдельная лекция, она проходит в рамках «Месяца белорусской культуры», который у нас идет в течение всего апреля. Это значит, что до конца месяца вы можете посетить еще некоторые мероприятия нашего центра, связанные с Белоруссией, вот там потом будете уходить на стойки, можно взять программы, еще пять мероприятий будет. Я хочу представить сегодняшнего нашего лектора. Антон Сомин, сотрудник Высшей школы экономики, Института лингвистики, РГГУ и преподаватель белорусского языка. Итак, добрый день. Прошу прощения, что я немного задержался. Сегодняшнее мое выступление называется «Белорусский язык от средних веков до наших дней». Но на самом деле на средних веках мы будем недолго находиться, большая часть у нас будет посвящена нашим дням, но наши дни, я понимаю, расширительно, а именно, что большую часть времени мы проведем в 20 веке, потому что это все-таки такие самые активные, самые интересные события, которые происходили с белорусским языком. Я бы хотел сначала, если можно, уточнить, кто передо мной находится. Отлично. Но немножко в другом формате. Поднимите, пожалуйста, руки, кто скорее ничего про это не знает и хочет это узнать. Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что достаточно неплохо в этом разбирается. Видимо, следующий вопрос, кто считает, что отлично в этом разбирается. Кажется, не стоит задавать, потому что, по-моему, все руки уже были подняты. Хорошо, это просто, чтобы мне понимать, на кого скорее ориентироваться. Но, кажется, тех, кто не специалисты, здесь все-таки несколько больше, чем те, кто специалисты, как это обычно бывает с лекциями про белорусский или что-нибудь такое, где половина аудитории разбирается в этом, может быть, и лучше, чем лектор. Ну, посмотрим. Итак, про что сегодня у нас будет идти речь? Мы поговорим про историю языка. История языка неразрывно связана с историей страны или стран, в которых находилась или находится территория с какими-то политическими вопросами, с разными другими вещами. Но вот про все это сегодня будет идти речь. Первый вопрос, который может возникнуть, это, когда появляется белорусский язык. Вообще, когда речь идет про белорусский или про украинский язык, часто в обществе курсируют разного рода мифы, потому что, ну, и, скажем, год назад в рамках месяца белорусского языка была как раз лекция про мифы о белорусском языке и попытки их развенчать. Ну, вот, часто говорят, что белорусский или украинский – это искусственный язык, который, не знаю, создали поляки или австро-венгры, чтобы разделить единый русский язык на три группы и поссорить эти группы. Другие говорят, что можно найти в интернете, что белорусский – вообще древнейший язык, вот соцкрито, вот белорусский, и все остальное какая-то шелуха рядом. Ну, понятно, что ни то, ни то. С одной стороны, не имеет ничего общего с действительностью, с другой стороны, и то, и то имеет некоторые рациональные зерна, потому что, если мы будем говорить про современный белорусский язык, который имеет литературную форму, который имеет грамматику, имеет нормативные справочники, словари и так далее, то действительно этот язык появляется где-то в конце XIX века, про это мы сегодня тоже будем говорить. Если же говорить вообще про диалекты, на базе которых появился белорусский язык, то, разумеется, как и другие славянские диалекты, они появляются давным-давно. Но, понятно, что когда-то было общеславянское единство, и до того еще был проэндоевропейский язык, но в такие глубины мы, конечно, уходить не будем, конечно, говорить о белорусском языке в то время невозможно. Но, опять же, надо понимать, что именно мы называем белорусским языком, потому что то, что мы им хотим называть, люди, которые на этом говорили, вовсе даже и не называли белорусским языком, могли даже и не знать про существование такого названия. Ну вот, если углубляться не безумно далеко, но все-таки достаточно далеко, то мы можем говорить о расселении славян. Понятно, что единый праславянский язык делится в какой-то момент на диалекты, эти диалекты делятся дальше на диалекты, люди расселяются по разным территориям. На территории современной Беларуси было три племени, которые по-белорусски называются Кривичи, Радимичи и Дрыговичи. Ну и вот их территория расселения примерно соответствует современным группировкам белорусских диалектов. Ну и кроме того, белорусский язык, вернее, то, что впоследствии станет белорусским языком, носители этого идиома, этого диалекта, контактировали активно с балтами. Ну и, скажем, есть версии, что белорусская акань, в отличие, скажем, от украинского или польского, в котором акань нет, в котором о безударное так и произносятся, возникла из-за контактов с балтами. Ну, правда это или нет, есть разные точки зрения. Вообще же говорить о белорусском языке, об отражении черт, которые мы хотим считать чертами белорусского языка, можно говорить уже где-то к XIII-XIV веку, когда появляются разного рода деловые тексты славянских княжеств. В первую очередь это речь идет о Полоцком княжестве. Однако и в разных других государственных образованиях на территории современной Беларуси писались какие-то деловые тексты, писались деловые грамоты. Кроме того, можно говорить о разных религиозных текстах. Там, конечно, отражение черт, свойственных будущему белорусскому языку, меньше, потому что это ближе к церковно-славянскому языку. Тем не менее, некоторая интерференция у переписчиков существовала, и, конечно, какие-то черты находили свое отражение. В частности, мы уже в текстах XV века можем найти отражение твердого РО, затвердевшего РО, который не бывает мягким, в отличие от русского языка. Мы можем найти переход В и ЛО в О, не слоговое, которое отображалось на письме как У. Ну и некоторые другие черты будущего белорусского языка, в частности, то же самое Акани. Но это, тем не менее, еще скорее не называется белорусским языком даже в белорусской историографии, хотя иногда об этом говорят как в древнебелорусском языке. Но то, что мы привыкли называть древнебелорусским языком или старобелорусским языком, это язык Великого княжества Литовского. На самом деле, конечно, у этого идиома есть огромное количество названий в разных историографиях. Белорусы это называют старобелорусским языком, украинцы называют староукраинским языком, в России принято это называть западнорусским письменным языком, иногда это называют польско-русским, литовско-русским и так далее. Названий очень много. Сами же люди, которые жили в Великом княжестве Литовском, этот язык называли русский язык или русско-мова. И он противопоставлялся простой мове, простому языку. Русский язык – это письменный язык, официальный государственный язык Великого княжества Литовского. Это тот язык, на котором был написан статут Великого княжества Литовского, то есть Конституция, вот, скажем, первая его страница. Мы видим, что это написано кириллицей, ну а если бы мы это почитали, мы бы увидели, что там тоже есть, конечно, это близкая к древнерусскому языку письменность, тем не менее, там тоже есть и слова, которые не характерны для древнерусского языка, а характерны, скажем, для современного белорусского, в нем сохранились, ну и какие-то фонетические и грамматические черты, подробно на этом останавливаться не буду, потому что еще много материала, но тем не менее, вот, можно говорить уже о каких-то чертах. Правда, старобелорусский язык, в отличие от других ситуаций, когда старо некий язык является предком этого самого некого языка, в данном случае это не так. Современный белорусский язык не восходит напрямую к старобелорусскому языку, а восходит он вот к этой самой простой мове. Это народный язык, тот язык, на котором говорили обычные люди, неофициальный язык, и если русский язык, он же старобелорусский, через какое-то время из использования ушел, про это я чуть позже скажу, то просто мова, которая стала белорусским языком, сохранялась, конечно, в речи простых людей все это время, и, собственно, на основе именно этих народных говоров и был кодифицирован белорусский язык в XIX веке. Вот фрагмент из статута Великого княжства Литовского, в котором как раз говорится про то, что является официальным языком. А писарь земский по-русскому мает литрами и словами русскими все листы и позы писать, а не иншим языком и словами. Писарь, соответственно, должен писать по-русскому, то есть на западно-русском письменном языке, на старобелорусском языке, буквами и словами писать все письма, а не другими языками. Еще одно важное событие в белорусской историографии – это издание Библии доктором Франциском Скориной из Полоцка. Собственно, вот тут вот это и написано. Здесь написано, что это Библия русска. Что это значит? Имеется в виду, что это не церковнославянский, по мнению Скориной, текст, а это перевод на язык, близкий к народному. Сейчас считается, что это все-таки не был прямо-таки народный перевод Библии, такой вот, что он полностью соответствует тому языку, на котором говорили люди тех дней. Тем не менее, язык Библии Скорины был гораздо ближе к устному разговорному языку, что делало текст Библии гораздо более понятным обычным людям. Ну и опять же, там можно найти какие-то черты, которые свойственны и современному белорусскому языку, и в фонетике, и в грамматике, и в лексике. Но вот если вас это интересует подробнее, то на последний день родного языка в феврале вышла замечательная, очень короткая, но очень емкая статья Ирины Будько, «Кольки года о белорусской мове. Факты и мифы» на известном белорусском сайте онлайнер. Вот, рекомендую обратиться туда, там кратко эти мифы разбираются. Мы тем временем идем дальше, переходим к новому времени, ну или почти к новому времени. Я говорил, что современный белорусский не восходит к тому, что мы называем старобелорусским, потому что он ушел из употребления. Почему это случилось? Это случилось после 1569 года, когда была заключена Люблинская уния, тогда же еще была заключена Брестская уния, которая дала начало униадской церкви, то есть средней церкви между католической и православной. А Люблинская уния значила появление Речи Посполитой двух народов, то есть единого государства поляков и Великого княжества Литовского. Несмотря на то, что два государства и два народа в этом королевстве, по идее, имели равные права и равные обязанности, опять же, не буду вдаваться в исторические подробности, с языком такого не случилось. И польский язык, который использовался польскими королями, которые все-таки фактически были повыше статусно, вытеснил из употребления, вытеснил из использования старобелорусский язык, то есть письменный язык Великого княжества Литовского. Ну и, собственно, на этом его история заканчивается. Дальше вся официальная документация Речи Посполитой ведется по-польски. Ну а что происходит с белорусским языком? Он прекрасно себе живет в виде этой самой простой мовы, про которую я говорил. То есть люди как говорили между собой на этом языке, так и продолжают говорить обычные крестьяне. Следующий этап – это три раздела Речи Посполитой 72, 93 и 95 годов, когда территория Беларуси переходит в Российскую империю. Ну и логичным образом польский язык уходит из обращения, а на его место приходит язык русский. Опять же, белорусский по-прежнему живет в крестьянской среде, но никакого официального использования у него нет. Кроме того, есть два важных запрета. Есть запрет 1840 года на использование белорусского языка в государственных учреждениях и образовании. То есть до этого времени еще каким-то образом это было, потому что политика в какой-то момент была более жесткой, в какой-то момент была более мягкой. И, соответственно, некоторым образом белорусский и польский языки сохранялись в использовании. Тем не менее, после 1940 года это запрещено, а в 1967 году запрещают и печать на белорусском языке. Правда, уточняется, что на белорусском языке латинской графикой, но, с другой стороны, белорусский язык не на латинской графике в то время, в общем-то, и не существует. Потому что все образованные люди, которые ратовали за использование белорусского языка в официальной среде, это были люди из шляхты, то есть люди высокого сословия, которые, разумеется, говорили по-польски, и для многих из них польский был не только одним из языков общения, но и базовым языком общения. Поэтому грамотой они владели именно на латинской основе, на латинице польского образца. Поэтому, если и писали по-белорусски, то тоже использовали польскую графику для белорусских текстов. С чем связаны эти запреты? Ну, довольно очевидно, если знать историю, что они возникают через некоторое время после польских восстаний, после восстания 1931 года и после восстания начала 60-х годов. В частности, чем нам интересно здесь восстание 60-х годов, тогда появляется первая белорусская газета, которая называется «Мужицкая правда». Думаю, что не нужно переводить ее название. Автор ее Костусь Калиновский, повстанец, который сражался за независимость белорусской территории. Правда, если мы посмотрим на все семь выпусков «Мужицкой правды», то ни разу не найдем там ни слова «Беларусь», ни слова «Беларусы». Он себя и тех, от имени кого он выступает и к кому он обращается, никак не идентифицирует. У него есть Москва и москали на востоке, у него есть паны Польши на западе, и есть мы, мужики. Ну вот, никакого названия ни языку, ни народу, еще раз повторю, он не дает. Тем не менее, мы можем увидеть, что это нормальный белорусский язык, уже вполне понятный современным носителям языка. Еще раз повторю, это начало 60-х годов XIX века. Ну вот, если это прочитать, Понятно, что белорусская фонетика отличается от фонетики польской, и Клиновскому приходится каким-то образом модифицировать польскую орфографию для отображения белорусских явлений. Правда, мы здесь не увидим ни яконья, которая свойственна современному белорусскому языку, мы не увидим некоторых других черт. С другой стороны, тут есть У краткое, в которое перешло Л, например, в слове Настау. Аканье тут тоже не отображается Мину Ло, как по-польски, а не Мину Ла, как было бы на современном белорусском. Тем не менее, никто уже не будет спорить, что этот язык вполне себе является белорусским языком. И еще раз обращу внимание, что вся орфография польская, в частности, например, Ся пишется раздельно, как в польском языке, но только для польского это имеет смысл, потому что Ся не является постфиксом, оно может перемещаться по предложению. В белорусском же, как и в русском, оно приклеилось к глаголу, и поэтому раздельно писаться, по идее, причин нет. Но, тем не менее, польская орфография здесь побеждает. И, скажем, отображение шипящих с помощью диграфов, то есть сочетаний из двух букв, С, З для обозначения Ш, С, З для обозначения Ч, это все здесь сохраняется. В дальнейшем белорусская латиница стала устроена не так. Ну вот, я заговорил про графику, и, в принципе, можно перейти к вопросу о белорусском письме, о белорусских алфавитах. Понятно, что есть современный белорусский алфавит, который является кириллицей, и кириллицей же пользовались в старобелорусском языке, в западно-русском письменном, в официальном языке Великого княжества Литовского. Ну, я показывал страницу статута княжества. Была латиница, про причины ее появления я уже сказал. Можно считать это возрожденным белорусским языком, потому что вот эти вот первые тексты, которые появляются в XIX веке, это тексты, которые, как, опять же, я говорил, базируются на народных говорах, ну и пишут интеллектуалы, которые владеют польской графикой. Дальше эта графика, она называется латинка по-белорусски, сохраняется в активном употреблении до 20-х годов XX века, ну, скорее, до 10-х годов XX века. Тем не менее, она используется и сейчас, изредка. Есть люди, которые, сторонники латинки, выступают за перевод белорусского языка на латинскую графику, скажем, пишут в интернете, используя латинку. Иногда есть день латинки, день латинского алфавита, когда предлагается и другим сайтам тоже писать латинкой. Ну вот я сейчас покажу. Вот эта книга называется «Язык языковеда» Яна Станкевича, белорусского лингвиста, который жил на территории Западной Беларуси и не оказался на территории Советского Союза после включения Западной Беларуси. Вот тут вот, одну секунду, сейчас посмотреть, как выглядит текст на белорусском языке. Он некоторые свои статьи писал, используя латинский алфавит. Это уже 20-е, даже 30-е годы XX века. Ну и вот та латинка, которую вы там увидите, отличается от той, которую мы видели в мужицкой правде. В частности, вместо шипящих по польскому образцу стали использовать шипящие по образцу чешского или, скажем, сербского, хорватского языков или литовского, латышского. То есть с помощью диакритик, с помощью гачиков, таких вот птичек над 428, если не ошибаюсь, где-то вот в тех краях, над 418, спасибо, где-то над соответствующими буквами. Ну вот, но к латинке я еще вернусь, сейчас делаю шаг в сторону и поговорю про третий белорусский алфавит. В свое время, когда я про него узнал, я был весьма шокирован. Ну вот, надеюсь, что и здесь мне удастся кого-нибудь этим шокировать. Третий белорусский алфавит – это арабская вязь. Конечно, это не то, с чем мы привыкли ассоциировать славян, тем не менее, есть достаточно большое количество белорусских текстов, написанных с помощью арабицы. Как это получилось? Откуда эти тексти взялись? Как они выглядели? Такие тексты называются китабы. От арабского слова «китаб», что значит «книга». Кто мог писать с помощью арабской вязи на белорусском языке? Это должны были быть какие-то люди, которые использовали эту вязь, которая привычна к ней. Это татары. Откуда взялись татары на территории Великого княжества Литовского? Часть из них – это просто пленные татары, которые попали после войн княжества с татарами и оказались на этой территории. Дальше, через какое-то время, они стали свободными, ассимилировались там и стали жить не в одном поколении. Кроме того, после вот этой ассимиляции туда стали переселяться и по своей воле другие татары, поэтому на территории Великого княжества были группы татарского населения, которые, тем не менее, ассимилировались. Ассимилировались, в первую очередь, с языковой точки зрения. То есть они перешли на просту мову, на простонародный белорусский язык, тем не менее, сохранили свою культуру, сохранили свою религию и сохранили свою графику. Соответственно, они были мусульманами, говорили по-белорусски, писали по-белорусски арабской вязью, потому что, опять же, нормальной белорусской орфографии в то время не было. Ну, а для них привычно была арабская вязь, ну и, в общем-то, любой алфавит подходит для любого языка, иногда лучше, иногда хуже. Чем нам важны эти китабы? В первую очередь, нам, как лингвистам, в первую очередь, тем, что они отражают все фонетические черты, которые были в белорусском языке того времени. Китабы появляются где-то в 15-м, или даже, скорее, в 16-м веке, сохраняются до 17-го, и даже еще какое-то количество есть в 18-м веке. Это белорусский язык, еще немножко есть в польских записи с помощью арабской вязи. И в отличие от официальных текстов, которые ориентировались все-таки на древнерусское письмо, соответственно, этимологическое, эти тексты полностью фонетические, то есть как слышит человек, так и пишет. При этом арабская вязь устроена все-таки иначе, чем привычный нам кириллический латинский алфавит. В частности, там гласные, если мы пишем по-арабски, не отображаются, вернее, отображаются только долгие, краткие, факультативные, отображаются над и под строчными знаками. Белорусские татары, великолитовские татары, разработали, так сказать, специальную надстройку над арабской вязью. В частности, у них была специальная последовательность, которыми можно было обозначать гласные, потому что для белорусского языка, конечно, отображение гласных гораздо важнее, чем для арабского языка, просто в силу морфологических особенностей. Кроме того, для тех согласных, для которых не было специальных знаков в арабской вязи, были разработаны специальные буквы. Обычно там было три точки, в отличие от одной или двух в нормальных арабских буквах, расположенные над или под буквами. И это прекрасно можно читать. Ну вот, в частности, здесь, благо у меня первый язык в университете был арабский, и тут написано, разумею, что судный день настал. Это какая-то легенда. Когда я вел курс теоретической грамматики арабского языка, мы разбирались со студентами с арабской вязью, вот в качестве одного из факультативных заданий у них было прочитать вот это вот и предположить, откуда оно могло взяться. Ну вот, они были достаточно удивлены, что такое бы бывало. Вернемся, тем не менее, к латинке. Это все-таки некоторая такая странная специфическая вещь, хоть и очень интересная, очень важная для лингвистики. Белорусская латинка, как я говорила, была основной графикой, основным способом записи белорусского языка в XIX и в начале XX века. При этом она не была кодифицирована. Не было, понятно, словарей, не было орфографических справочников. То есть каждый писал так, как хотел. Мы это уже видели на примере Клиновского в «Мужицкой правде». Ну вот, здесь, скажем, у меня есть два сборника. Это одни из первых, если не первые сборники стихов на белорусском языке, написанные Франциском Багушевичем. Первый сборник называется «Дудка белорусская». Второй здесь, я его не привожу, называется «Смык белорусский». То есть дудка и скрипка. Так вот, вы можете увидеть, что здесь в первом «Белорусская», во втором «Белорусская», первый 1891 года издания, второй — 1918. То есть орфографические изменения могли произойти даже в таком важном слове, как слово «белорусский». Просто вопрос в том, был отображать яконье в не первом предударном слоге или же не отображать. При этом, когда мы приближаемся к XX веку, понятно, что территория Белоруссии после включения в состав Российской империи становится в первую очередь православной. Соответственно, вместе с православием туда приходит и русский язык, ну и, соответственно, люди, которые живут на этой территории, но, опять же, представьте, у нас нет никаких школьных занятий, вернее, есть, но далеко не для всех. И вам, конечно, в этих школах не рассказывают про великолитовское и польское прошлое. Соответственно, для вас базовым становится уже кириллица и православие. Поэтому к концу XIX века и началу XX века кириллица начинает сосуществовать и сосуществовать весьма мирно, простите, латиница начинает сосуществовать с кириллицей. Ну, примерно как в современном сербском языке можно писать кириллицей, можно писать латиницей. В частности, скажем, первая такая газета не в виде листовки, как была мужицкая правда, а первая нормальная газета, которая называется «Наша Нива», выходила как латинским алфавитом, так и кириллическим алфавитом, причем одновременно. Ну, вот здесь я не подобрал одного и того же года, но слева 1910-го, справа 1911-го. Все это время часть тиража выходит кириллицей, часть латиницей. Просто западная Беларусь скорее будет читать латиницей, и восточная Беларусь скорее будет читать кириллицей. Им будет так проще. Но вот какое-то время они существуют, в том числе первая, вернее, не совсем первая, но главная грамматика белорусского языка, которая выдержала много переизданий и до 30-х годов была единственной используемой грамматикой белорусского языка. Это грамматика Бронислава Тарашкевича. Запомните эту фамилию, она нам сегодня еще не раз встретится. Тоже изначально была издана латинка. Это, правда, не изначальное издание, это 1931-го года, Виленское. А вот издание 1929-го года, кириллическое. Как видите, кроме алфавита, особо ничего и не отличается. Ну вот, я уже сказал, что латинка в некотором виде сохраняется до сих пор, что есть люди, которые ее используют, но есть еще один практический выход у белорусской латиники, белорусской латиницы в современном мире. А именно транслитерация. В большинстве стран, которые используют не латинскую графику, транслитерация устроена по английской графике. То есть если вы посмотрите, скажем, на систему транслитерации в московском метро или, скажем, в киевском метро, то вы увидите, что запись станции буквами латинского алфавита идет по английским правилам. То есть если у нас «ш», то оно обозначается через «сх», Если у нас «ч», то оно обозначается через «си», «эйч» и так далее. Современно в Минском метро вы увидите другое. Ну и не только в метро, в той навигации, которая дублирована латиницей. Академия наук посоветовала правительству использовать транслитерацию, основанную на латинке, которой пользовались белорусы в начале 20 века. И вот, скажем, если мы посмотрим на схему Минского метро, вот тут чуть крупнее, мы увидим, что транслитерация тоже имеет буквы с гатчиками. Мы увидим, что «х» отображается как в польском, ну и, соответственно, как в белорусской латинке в слове Михалова через «цх». Мы увидим специальную букву для «у» краткого, которая выглядит как «у» с краткой сверху в слове Петроушчина. Там есть несколько отличий. Они касаются отображения твердого мягкого «л» и «л» и отображения или не отображения ассимиляции по мягкости, то есть смягчение согласного перед другим мягким согласным. Но это такие единичные случаи, поэтому я подробно их рассматривать не буду. Вопрос в том, действительно ли иностранцам так удобнее читать. Вопрос спорный. И когда такая транслитерация появилась, немало копий было сломано и в газетных статьях, и в комментариях к ним на тему того, нужно использовать такую транслитерацию на базе латинки или нет. А вот никто так не прочитает, все знают английский. А вот с другой стороны приезжают люди в Чехию и не пугаются местных гатчиков. А, но нам же нужно делать так, чтобы им было понятно, чтобы они не читали «а я» в конце, который написан через «йод», то есть английское «джей» как «аджа». Но у нас есть классическая система письма, зачем изобретать что-то новое. Ну и так далее, и так далее. То есть очень много интересных споров. Мне как социолингвисту это особенно интересно изучать. Что нужно делать, использовать такую систему или базироваться на английском. Я своего мнения скорее не имею, но мне нравится, что наследие лингвистическое, которое у нас есть, используется и в современном мире. Правда, в паспортах по-прежнему используется транслитерация с белорусского языка, основанная на английском языке, поэтому получаются довольно странные имена в загранпаспортах белорусов. Но, возможно, и это тоже когда-нибудь изменится. Правда, основная проблема, что в паспортах диакритики плохо отображаются. Ну, пойдем дальше. Мы поговорили про графику и постепенно пришли к началу 20 века. Что происходит в 10-х и 20-х годах? Происходят революции. На самом деле, еще раньше нужно сказать, что как, собственно, появилась вот эта наша Нива и как все вот это прочее появилось, если я говорил про запрет белорусской печати. Дело в том, что было восстание 1905 года, после которого были послабления в царской политике. В частности, разрешили и печатать на белорусском языке, что вот привело к появлению и нашей Нивы, и другой газеты «Наша доля», и белорусских книг, и грамматики Тарашкевича, и разных других замечательных вещей. С этим богатством мы приходим к 10-м годам. В 1918 году происходит революция. В 1918 году, 25 марта, провозглашается Белорусская Народная Республика, которая существует меньше года, до декабря того же самого 18-го года. Это, по сути, первое белорусское государственное образование, и своим государственным языком они провозглашают белорусский язык. Кодификация белорусского языка тогда, по сути, ничем не представлена, кроме грамматики Тарашкевича, на которую, соответственно, все ориентируются. С точки зрения орфографии и с точки зрения, собственно, грамматики, как нужно писать. Дело в том, что диалектов в Беларуси есть некоторое количество, и нужно выбрать, на какой из них ориентироваться, или же делать какую-то искусственную среднюю норму, если мы пытаемся сделать литературный язык. Ну вот белорусский литературно ориентируется на среднебелорусские говоры, в чем в том числе есть и заслуга Тарашкевича. Дальше начинаются разного рода советские образования. Сначала СССР, Советско-Социалистическая Республика Беларусь, дальше была Литовско-Белорусская, БССР. Это нам сейчас не важно. Главное, что дальше с 1919 года эта территория становится частью Советского Союза, и, соответственно, подчиняется советской политике относительно языков и культур, которая на протяжении существования Советского Союза была неоднородной и довольно сильно менялась. С чем мы приходим к 1920-м годам? Во-первых, с тем, что в советском государстве есть идея того, что все языки равны, и, соответственно, все языки должны использоваться в национальных республиках. Что нужно развивать языки для тех языков, которые не имеют письменности, нужно письменности создавать, начинается в Советском Союзе активный процесс, который называется языковое строительство. Для языков бесписьменных создаются письменности, причем эти письменности создаются на базе латинской, на латинской основе по двум причинам. Первая причина, что, по мнению руководителей Советского государства, кириллицы ассоциируются с политикой царизма, с колониальной политикой, с насильственным обращением в православие, покорением Кавказа и так далее, а латиница ассоциируется с прогрессом и с Европой. Это первая идея. Вторая идея, кажется, что, так как здесь уже произошла революция, то не за горами коммунистическая, сначала социалистическая, потом коммунистическая революция в Западной Европе, но Западная Европа пользуется латинским алфавитом. Поэтому было бы хорошо все языки Советского Союза на латинице основать, сделать латинскую для них графику, чтобы дальше латинский алфавит был единым алфавитом всей коммунистической Европы. В этом, с этой точки зрения, довольно странно, что как раз белорусский идет строго наоборот, отказывается от латиницы и уже в 20-е годы пользуется только кириллицей. Я, честно говоря, не очень понимаю, как это произошло и почему это шло в противовес всей остальной латинизации других языков. В том числе к 30-му году даже русский язык обсуждалось, что и русский язык нужно перевести на латинскую графику, и даже был составлен проект латинизации русского языка Николаем Яковлевым, советским лингвистом. Но, тем не менее, он был не принят, потому что в 30-е годы все изменилось, но про это я чуть позже скажу. Ну вот, поэтому белорусский, ну и украинский, на самом деле, тоже, который тоже имел некоторые латинские тексты, хоть и меньше, чем белорусский, чем белорусский, тоже перешел на кириллицу. Это первое. Второе, как я уже сказал, это позиция советского руководства, что все языки равны, и, соответственно, нужно как можно больше использовать национальных языков в национальной жизни. То есть перевести образование на национальные языки, перевести судопроизводство, делопроизводство, перевести науку, в общем, все, что нужно. Что нужно для того, сейчас к этому вернусь, что нужно для того, чтобы это сделать? Нам нужно, чтобы у нас были словари, нам нужно, чтобы у нас была лексика, которую в эти словари можно включать, потому что если на вашем языке 10 лет назад никакой науки не было, то откуда вы возьмете термины? Это касается не только белорусского, но и многих других языков Советского Союза, которые все прошли один и тот же путь. Ну а третье, это придание официального статуса, или, по крайней мере, какого-то статуса всем языкам меньшинств. Понятно, что, конечно, все языки не могли быть официальными, в Советском Союзе было их слишком много, тем не менее, в Беларуси получилась довольно любопытная ситуация. Вот я уже несколько раз открывал эту фотографию, мы видим тут вокзал города Минска, в котором название этого города написано на четырех языках. Слева Минск, это по-белорусски, дальше Минск по-русски, потом Минск, не знаю, почему он с твердым, но не с мягким, по-польски, и справа мы видим еврейское квадратное письмо, это идиш. Все эти четыре языка были государственными, ну, официальными языками в Беларусской Советской Социалистической Республике в 20-е годы. И Конституция БССР, которая вышла в то же время, тоже была написана на четырех языках. И на гербе, девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», тоже был написан на четырех языках. Естественно, еще раз повторю, белорусском, русском, польском и идишем. При этом, судя по имеющейся у нас информации, эти языки были не вполне равноправны. Равноправны. Кажется, что белорусский и идиш были несколько выше по статусу, чем русский и польский. Ну, в частности, вот, например, есть прекрасная табличка, правда, там есть точно такая же с русским и польским, на дверях Белорусского государственного университета, табличка 20-х годов, или, скажем, печать Государственной библиотеки БССР имени Ленина, где написано «Минск по-белорусски» и «Минск на идише». Дальше, в 30-е годы, от этого отказались, белорусский остается вместе с русским государственными языками БССР, а польский и идиш теряют. Такой статус звучит довольно хорошо. Белорусский язык все это время запрещали, жестокий царизм подавлял белорусов, поляки не давали говорить по-белорусски, русские не давали говорить по-белорусски, все плохо, и тут, наконец, приходят большевики, начинается белорусизация, и, наконец, наша культура, наше национальное самодосознание торжествует. На самом деле, все было не так радужно, потому что не все, в общем-то, белорусы этого хотели. Эту ситуацию, потом, когда мы будем говорить про 90-е годы, эти ситуации довольно похожи, потому что белорусский, в общем-то, никогда не был языком городов. В городах говорили по-русски, по-польски и на идише, потому что белорусский это был по-прежнему сельский язык, города, в первую очередь, были преимущественно, по крайней мере, крупные города, польско-русско-идишоязычные, а белорусский язык был, но в гораздо меньшей степени и в меньших городах, не считая национальной интеллигенции. Конечно, получив возможность развивать белорусский язык, национальная интеллигенция, ученые, писатели, просветители и другие люди, конечно, стали использовать белорусский язык и стали, разумеется, его развивать. Для того, чтобы язык мог использоваться в официальной среде, нам, как я уже говорил, нужно, чтобы у него была лексика и необходима кодификация. В начале 20-х годов создается Институт белорусской культуры, который затем станет Белорусской академией наук и Белорусским государственным университетом. И там создаются разного рода комиссии, которые занимаются развитием белорусского языка, созданием разного рода терминологии по всем областям жизни. С 20-х, с 22-го года по 30-й было выпущено 24 тома серии «Белорусская навуковая терминология». Вы видите, что здесь еще старая орфография, здесь не отображается аканье в заимствованном слове, здесь л в заимствованных словах мягкое, как в польском, а не твердое, как в русском. Это потом станет некоторым камнем преткновения, но мы опять же к этому еще вернемся. Ну вот, как происходило вот это создание терминологии? Это не было идеей отделиться от польского и русского, создать какую-то свою терминологию. С другой стороны, не хотели все готовое заимствовать, скажем, из русского языка, как это происходило с 30-х годов уже в Советском Союзе. Хотелось чего-то среднего. То есть, с одной стороны, создать какую-то особую свою терминологию, которая будет чем-то отличаться от терминологии соседей. С другой стороны, не хотелось совсем уже создавать для любого термина новое слово, лишь бы по принципу было не так, как у соседей, показать, какие мы отдельные. Там была довольно интересная работа. Она описана в некоторых текстах, статьях и мемуарах. В частности, ученые, работая в разных отделениях будущей Академии наук, изучали терминологию соответствующей науки на русском, на русском, украинском, польском. И я забыл, какой был четвертый язык. Прошу прощения. Русский, украинский, польский. Какой-то четвертый. И дальше смотрели, какие термины заимствуются, скажем, из латыни или из других западных, или из греческого, или других западных языков. Какие в этих языках отобразованы от своих корней. Для каких явлений есть слова в народном языке. Понятно, что терминологии там не было. Но тем не менее, какие-нибудь математические слова типа, не знаю, размер, расстояние, объем и так далее, конечно, в народном языке были. И эти слова можно было взять и в терминологию. И дальше это все обсуждалось на разных уровнях. Сначала на уровне комиссии внутри предметов, затем на общей комиссии и так далее, и так далее. Вплоть до политического руководства. И дальше публиковались такие сборники. При этом в каждом сборнике было написано, что это проект, что Академия наук, точнее, Институт белорусской культуры, будет очень признателен всем людям, которые работают в этой науке, за замечание и предложение. И не исключает, что со временем эта терминология изменится. Но пока что она является обязательной для учителей и авторов учебников. А все остальные могут высказывать свои предложения. Эти предложения активно высказывались. В частности, есть замечательный журнал «Арке», который публикует исторические статьи. У них был специальный сборник под названием «Лингвистыка 20-х», посвященный полностью терминологии, лексикографии, орфографии и формированию белорусского литературного языка. Ну и вот тут приводятся разного рода статьи, в частности, письма в Институт белорусской культуры, в которых люди высказывают свои предложения. Вот можно посмотреть про терминологию, как раз первая часть этого сборника. И там есть довольно интересное обсуждение, вообще белорусская лингвистика 20-х чрезвычайно интересная, чрезвычайно плодотворная. Там вот есть обсуждение того, какие термины должны быть, какие не должны быть. Ну вот сейчас я предлагаю вам поиграть в одну игру, а именно про элементарную математику. Я вам буду давать термины, которые в математике, это был первый сборник из этой серии навуковой терминологии. Я буду вам предлагать некоторый термин, который предлагалось использовать в качестве основного в этом сборнике, а вы переведите его на русский язык. Должен сказать, что такие термины, с которыми интересно играть, в этих 24 томах найти не очень просто. То есть в основном все-таки все интернационализмы сохранялись, в отличие от распространенного мифа, что неприятные белорусские националисты в 20-х годах пытались сознательно отделить белорусский от русского, вот ничего подобного в терминологии. Та, которая закрепилась, интернациональная, она сохранялась. Вот такого, как в математике, и опять же, напомню, это первый том, дальше этого стало гораздо меньше, найти довольно трудно. Ну вот давайте попробуем. Что такое делево? Делево – это делимое, дальше есть дельник и дель, соответственно, это по-русски. Делитель и… И что в итоге получается? Частное. Частное, совершенно верно. Интересно, что некоторые из этих терминов сохранились и в современном белорусском языке. Вот делево утерялось, там мерзкая калька из русского «делимое», хотя для белорусского такие причастия не характерны. А вот дельник и дель в белорусском неожиданным образом сохранились и до сих пор. Хорошо, а что такое однимник? Дельник. Ага, совершенно верно. То, что мы вычитаем, ну и есть из меньшего. Это то, что уменьшаемое, да, и розница, разность, которая есть в русском языке. Теперь потруднее будет. Перейдем в область геометрии. Что такое ровно-лежно-стенник? Почти. Нет, это не треугольник. Треугольник был бы трехкутник, кут, угол. То есть у него есть какие-то стены, да, и они ровно лежат. Ровно. Почти. Параллелограмм, да, совершенно верно. Геометрическая фигура, в которой противоположные стороны параллельны друг к другу. Ну, а теперь вам, наверное, будет просто перевести ровно-лежно-бочник. Нет. А у него бока есть. У того были стены, а у этого бока. У кого есть бока? Мы переходим из плоскости в объем. И это, соответственно, почти параллелограмм. Опять же, ровно-лежно лежат его бока, то есть его бока параллельны друг к другу. Это параллелограмм. Что такое ровно-сечное? Бисектриса. Бисектриса, совершенно верно. Линия, которая равно делит, равно сечет. Что такое простосталная линия? Просто это по-белорусски прямо. Перпендикуляр, совершенно верно. Линия, которую прямо поставили. Безмежность. Ну, безграничность, это, кажется, не математический термин, а бесконечность. Да, совершенно верно. Что такое противопростокутное? Почти. Значит, что такое простый кут? Простой угол. Простой угол, то есть прямой угол, а эта штука против, то есть напротив. Гипотенуза. Совершенно верно. Правда, здесь это было записано через запятую, можно сказать, противопростокутное, можно сказать, гипотенуза. Ну, а, соответственно, припростокутное катет. То, что при прямом угле, но опять же это было через запятую написано как катет. Как я говорил, все-таки огромное количество таких случаев очень мало. Их нужно прямо-таки искать в этом сборнике. Остальные это скорее транслитерация международной терминологии по белорусским правилам орфографии. Ну, вот транслитерация заимствований до 1933 года была устроена не так, как после 1933. Третьего, в частности, здесь мы видим легорытм, это логарифм, да. В современном белорусском языке, который ориентируется на русский, а не на польский, логарифм так и будет логарифм. То есть тоже белорусская фонетика, но иное фонетическое оформление заимствований. Кое-что такое можно найти в ботанике, что-то такое можно найти в других науках, но в некоторых я просто ничего такого интересного не нашел, что можно было бы показать тут. Что еще хорошего есть в 20-е годы? Как я не раз уже успел сказать, это действительно такой период конца 19-го века, начала 20-го века, называется белорусским возрождением. Действительно, белорусский язык пробуждается от такой вот долгой спячки существования только в народной речи. 20-е же годы это пик, наверное, развития белорусской лингвистики, потому что действительно такого творчества, такого энтузиазма в деле кодификации языка, в спорах, что должно быть нормой. Ну, кириллицы, латиницы уже решили, но ведь есть огромное количество, как это писать кириллицы. Конечно, Тарашкевич, наш бог, ему уже 10 лет или даже больше, пишем на тот момент по его правилам, но ведь не факт, что эти правила идеальны. И вот к 26-му году собирается огромная академическая конференция в Минске, на которую приглашаются не только белорусские лингвисты, но и разные зарубежные словисты. Ну, вот, наверное, самый известный из участников этой конференции – это Максимилиан Фасмер, известный немецкий лингвист, известный для русской аудитории как автор самого большого и самого авторитетного этимологического словаря русского языка. Вот он тоже присутствовал, тоже чего-то высказывал. Вот программка этой конференции, программа, праца, академичная конференция по реформе белорусской правописи и азбуки. То есть по реформе белорусской орфографии и алфавита, потому что и алфавит, в общем, который использовался, тоже не для всех казался идеальным. Продолжалась, как мы видим, эта конференция 4 дня, даже 5 дней. Правда, забегая вперед, скажу, что ее постановления не приняли статус закона, поэтому пообщаться между собой пообщались, выводы какие-то сделали, но приняты они не были. Правда, когда были некоторые реформы в 30-м году и особенно реформы 33-го года, кое-что из того, что обсуждалось на этой конференции, было учтено, но, увы, не на пользу белорусскому языку. Что обсуждалось на этой конференции? Как и насколько отражать фонетику на письме? В частности, здесь мы видим слово «программа», мы видим слово «конференция», хотя по-белорусски, как нам всем известно, белорусский фонетический язык, ну и, ну вот, скажем, тут в слове «правопис», который по-русски был бы «правопис», там пишется «а». Почему в слове «конференция» и «программа» не пишется «а?» Потому что на заимствованные слова фонетическая орфография не распространялась. В исконно белорусских безударное «о» писалось как «а», в заимствованных словах «о» сохранялось. Надо так делать или нет? С одной стороны, есть аргументы за сохранение такого написания, с другой стороны, зачем плодить исключения? Ну вот это обсуждалось на конференции. На конференции обсуждалось, нужно ли в принципе отображать аконий или же ориентироваться на русский язык, но у этой идеи сторонников не было. Что делать с яконем? Нужно его отражать только в первом предударном слоге, как в слове «вясна», но там «зеленый», но «зеленоватый», потому что не первый предударный. Нужно ли отображать яконье в словах, которые пишутся отдельно, но при этом произносятся через «я», как в слове «ня», «не» и в слове «бес» или «бяс». «Няведаю» не знаю, но «не пойду», там уже не произносится «я». Нужно ли отображать оглушение согласных или же писать как по-русски, или как по-сербски, где «србски» через «п», но «србия» через «б». Что делать с заимствованными словами? Это мы уже обсудили. Нужно ли отображать ассимиляцию по мягкости? В белорусском, как и в старомосковском произношении, перед мягким согласным другой согласный тоже произносился мягко, снег, свет и так далее. Нужно это писать, отображать на письме или нет? По Тарашкевичу это нужно было, но были некоторые люди, которые считали, что это делать не нужно. Были и разного рода странные высказывания. В частности, предлагалось для звуков «дж» и «дз», которые есть в белорусском языке, использовать вот эти вот сербские буквы. Опять же, для чего? Для того, чтобы для одного звука «дж» и «дз» в белорусском один звук использовать одну букву, а не две буквы. Это первое. Во-вторых, чтобы визуально белорусский язык отличался от русского, ну и от других соседей, имел какие-то свои особенности. Особенно в этом отличился такой белорусский лингвист Езе Плесик, который очень здравый лингвист, и, в общем, еще до Тарашкевича вместе со своим братом выпустил первый подход к белорусской грамматике. Он очень активно выступал за то, что нужно отменить букву «э», которая была на тот момент, которая совпадает с русской, и нужно ее написать в другую сторону. Он считал, что это чрезвычайно важно, и его аргументация была на современный уровень, да и, в общем, на уровень 26-го года, как, в общем, и отреагировали его коллеги, довольно безумной, потому что он говорил, что так, во-первых, красивей, во-первых, это красиво, во-вторых, такая буква гораздо лучше отражает тот звук, который есть в белорусском языке. Если мы ее напишем как по-русски, то все подумают, что оно как русское. Оно ведь не как русское, оно звучит по-другому. На самом деле так же оно звучит, ну там, по крайней мере, носители разницы не слышат. С помощью компьютерной технологии можно увидеть разницу, да и то, в общем, несущественную. Понятно, что, в общем, от того, в какую сторону смотрит буква, никто не поймет, какой звук эта буква обозначает. Тем не менее, он активно за это выступал, так красивее, так любой, даже не знающий белорусского языка, поймет, что это, цитата, поймет, что это особый звук, а не такой, как в русском языке. Ну и букву «ы» он тоже предлагал заменить на «и», как в украинском. Понятно, что основная его идея, которая прямо не была высказана, но, естественно, ему нужно было, чтобы белорусский и визуально сильнее отличался от русского языка. За «и» есть, тем не менее, некоторые аргументы, ну, в частности, и краткое есть, а «и» обычное пишется как в латинице, поэтому получается такая не очень красивая пара. Но все-таки эти предложения были отвергнуты, а вот сербские буквы вместо «дж» и «дз» как раз были приняты, но, как я говорил, решения конференции статуса закона не имели, поэтому кроме какого-то издания, которое успело там несколько лет повыпускать текст, используя эти буквы, больше нигде в белорусском языке они не использовались. Ну вот это все продолжается. «20-е» — это рассвет белорусизации, хотя, еще раз повторю, не всем ее радовало, в частности, просто обычных людей, которые всю жизнь говорили по-русски, или там, найдешь, а тут их заставляют в суд обращаться и вести суд по-белорусски, образование по-белорусски получать. Им, конечно, не хочется переучиваться, но, тем не менее, национальная интеллигенция, конечно, была счастлива вот этому. Но мы подходим к 30-м годам. В 30-е годы в Советском Союзе, конечно, печально известно своими репрессиями. И, в частности, многие участники этой конференции тоже были репрессированы. Кстати, надо сказать, что 20-е годы настолько отличались от того, что было после, что, кроме того, что были позваны люди из Германии, из Франции, из других западноевропейских стран, были позваны даже белорусы из Западной Беларуси, которая после Советско-Польской войны 20-го года входила в состав Польши. Тот же самый Бронислав Тарашкевич и, вот, я вам давал посмотреть книгу Яна Станкевича, вот он тоже был позван, но польское правительство им не выдало загранпаспорта, поэтому они не смогли участвовать в этой конференции, хотя прислали по почте какие-то свои соображения. Ну вот, к 30-м годам меняется политика Советского Союза. В частности, решается, что все языки важны и равны, но русские важнее и равнее. Что, во-первых, нужно всех обучить русскому, во-вторых, было бы неплохо, ну, действительно, для единства страны, чтобы все-таки все происходило по-русски, а национальные языки мы их, конечно, будем любить, гладить, тешить, но, тем не менее, и даже де юре предоставим им какой-то важный статус, но де-факто все-таки их там использовать не будем. Это с одной стороны. С другой стороны, в 30-е годы в лингвистику, как и в другие науки, активно входит политика. В частности, это происходит процесс, который называется борьба с нацдемовщиной, нацдемы — это национальные демократы, в языке и литературе. В 31-м году выходит важная для этих отвратительных дел статья под названием «Навука в кавычках на службе нацдемовской контрреволюции», где поименно перечисляются ученые, которые, по мнению авторов этой статьи, ведут контрреволюционную пропаганду через научную деятельность. Есть замечательная книга «История белорусского умовознауства. Хрестоматия», выпущенная белорусским лингвистом Сергеем Запруцким, историком белорусского языка, совершенно прекрасным ученым. Вот тут есть раздел, который посвящен этим событиям, он так и называется «Политическая лингвистика». И я бы хотел зачитать оттуда несколько фрагментов. Тут причем интересно. С одной стороны есть вот эти вот нацдемы, с другой стороны есть великорусские шовинисты, и те и другие угрожают молодой советской республике белорусской. Ну и вот я буду переводить на русский. Это резолюция Бюро ЦК КП Большевиков Белоруссии под названием «Выники дискуссии об мовознавстве. Выводы дискуссии о языкознании. Строго секретный документ». В частности, тут сообщается, что Центральный комитет дал решительный отпор всем вылазкам национал-демократических шовинистических элементов и их попыткам укрепить свои позиции в направлении художественного творчества, театральной дискуссии, литературные споры, исторически-социологические выступления национал-опортунистического и национал-демократического порядка и так далее. И дальше они переходят к рассуждениям про белорусский язык, вернее, про лингвистику. В частности, здесь сообщается, что попытка вводить вместо заимствования какие-то свои слова, так же, как тут приводится и макроступы, известный российский случай, и немецкие переводы слов вроде «фернспреха» вместо «телефон», считается, что то, что было сделано в Беларуси в 20-е годы, это тоже является вот таким вот проявлением антисоветской деятельности. В частности, тут сообщается, что вот эта вот деятельность Института белорусской культуры по созданию белорусской научной терминологии является особо ярким проявлением антисоветского движения. То есть в чем это заключалось? В том, что они пытались протащить в язык с помощью вот этих вот своих публикаций слова, которые называются новотворы, то есть, по сути, это неологизмы, которые портят язык, делают его более западным, менее советским, и тем самым делают площадку для контрреволюции, для разрушения Советского Союза. Понятно, что такая статья не могла в духе времени остаться без должного внимания, и начинается обсуждение контрреволюционной лингвистической деятельности в самых верхах. Ну вот, забегая немножко вперед про 1938 год, есть служебная записка Мателемона Пономаренко, председателя ЦК Компартии в Беларуси, собственно, с 1938 года, под названием «О белорусском языке, литературе и писателях». Он в 1938 сюда приезжает и пишет Сталину, здесь был центр штаб нацфашистской пропаганды, здесь говорили о застое культуры, объясняли это тем, что белорусские и украинские языки близки к русскому, ну, то есть, национальная деятельность, чтобы урвать Беларусь от Советского Союза. Дальше он, то, что интересно больше лингвисту, начинает комментировать некоторые особенности белорусского языка. В частности, он пишет, «Так было введено как непреложный принцип «аканье», то есть написание «а» не под ударение вместо «о» и «я» вместо «е». Например, «город» — «великий» вместо русских «город» — «великий». В произношении же в русском и белорусском языке здесь слышатся одинаковые звуки. Эта разница, как и многое другое, искусственно введенное, затрудняет усвоение русского и белорусского правописания белорусским школьникам, то есть, понятно, это такая антисоветская деятельность, чтобы школьникам было труднее учиться. Белорус пишется «островский Алексей», а русский «островский Алексей». Этим самым подчеркивается национальность носителя. А у нас-то все национальности равны, это тоже контрреволюционная деятельность. Кроме приведенных, имеется в правописании масса случаев, совершенно запутающих и ставящих в тупик пишущего. Есть правила, доходящие до абсурда, хулиганские искажающие язык. Узаконивание, например, написание слов «эфиоп» — «необа», как «эфиоп» — «необа». Действительно, в белорусском языке запрещено стечение гласных, поэтому в случае зияния туда вставляется йод. Пономаренко, который белорусским языком ни в коем случае не владеет, он родом, если не ошибаюсь, из Адыгеи, это кажется просто искажением языка. Дальше он приводит целый список слов, которые, по его мнению, были специально введены туда польскими шпионами, контрреволюционными элементами и так далее. Краски — «фарбы», «баня», «лазня», «правительство», «урад» — и дальше пишет три вопросительных знака после этого. Слово «товарищ» заменено словом «сябр», «друг» — тоже «сябр», но как можно объединить «друга» и «товарищ»? Это совершенно разные в Советском Союзе вещи. Ну и так далее. Дальше, правда, надо сказать, что в 1939 году, когда после раздела Польши между Германией и Советским Союзом Западная Беларусь воссоединяется с БССР, Пономаренко приезжает туда и, к своему удивлению, обнаруживает, что западно-белорусские крестьяне используют те же самые слова, которые он год назад клеймил как фашистские искусственные словечки, специально придуманные в 1920-е годы, чтобы навредить Советскому Союзу. Он пишет, что крестьяне говорят на настоящем белорусском языке, причем употребляют много слов, о которых у нас здесь, то есть в БССР, уверяли, что они ноздемовские, выдуманные. Но ноздемы могли выдумать литературу, а народу привить не могли, тем более западным белорусам. То есть он некоторые свои ошибки признает, но тем не менее от основной идеи не отказываются, что все это вредило Советскому Союзу, и начинаются репрессии как физически, то есть просто уничтожается большая часть сотрудников Института белорусской культуры, так и лингвистически. В частности, в 1933 году создается политическая комиссия по пересмотру русско-белорусского словаря и новых правил белорусского правописания. Оцените, что для того, чтобы пересмотреть орфографию и словарь, создается политическая комиссия, потому что это, конечно, дело политической важности. И уже в августе 1933 года выходит постановление Совета народных комиссаров БССР под названием «Об изменах и спрощении белорусского правопису», «Об изменении и упрощении белорусской орфографии». Изменения, которые там есть, с точки зрения, если бы это была какая-то нейтральная ситуация, в общем, даже небезумно сильные, небезумно мешающие. Но да, убрали мягкий знак между, вот в словах типа «снег» и «свет». Да, может быть, то, что современные белорусы перестали смягчать согласные перед другим, мягким согласным, следствие того, что они это не видят на письме. С другой стороны, в старомосковской норме тоже было свет, а дальше без всяких орфографических изменений это исчезло. Может быть, это естественный процесс. Мы не знаем. Но, несмотря на то, что здесь речь идет только об орфографии, эта реформа затрагивает в том числе и морфологию. Одним из пунктов там идет рассуждение про окончание. Морфология затрагивается в том числе, что туда вводится, например, причастие, потому что для белорусского языка причастие не свойственное, а нам же нужно говорить правящий класс и эксплуатируемый класс по-белорусски. Для этого вводится в белорусский язык причастие, чтобы была эксплуатируемая класса и так далее. Но кроме этой реформы, не забудьте, что тут еще про словари. Переделываются, переписываются словари. Каким образом? Те слова, которые отличаются, это, конечно, не всех слов касается, и есть много исследований, касающихся того, какие слова это затронуло, какие нет и почему, можно ли это как-то объяснить. Но можно увидеть, что значительная часть белорусских слов становится на второе место после запятой. На первое место ставится русское слово по белорусской орфографии. Но в частности, если раньше в словаре до 1933 года русское слово «скорость» на белорусский язык переводилось как «худкость», то в словарях 30-х годов «скорость» переводится как «скорость», только с белорусской орфографией дальше уже запятая «худкость» в лучшем случае. В худшем случае просто второе слово убирали из словаря. Тем самым белорусский язык был искусственно приближен к русскому языку. Зачем это было сделано, так же, как и украинский? Затем, что политика идет на русификацию, потому что русский главный язык Советского Союза, и кроме статуса языка, конечно, еще можно их некоторым образом сблизить. С другой стороны, в общем, действительно, это некоторое упрощение, потому что если ты знаешь русский, конечно, такой русифицированный белорусский, тебе выучить проще, чем тот белорусский, который был. Ну, понятно, что это идет против духа языка. Кроме того, это уникальная реформа в том плане, ну, во-первых, она уникальна, что затрагивает не только внешнюю сторону языка, а именно орфографию, но и внутреннюю, а именно морфологию, но еще и тем, что редко какая реформа вводит исключения, а не убирает исключения. А эта реформа ввела несколько исключений, 10 с небольшим. Да, вот это просто обоснование. В целях решительного изгнания из белорусского правописания национал-демократических влияний, не искажения, облегчения широким рабочим массам изучения белорусской письменности, полного подчинения белорусского правописания задачам воспитания рабочих масс в духе пролетарского интернационализма и так далее. То есть даже орфография в 30-е годы считается некоторым политическим актом. Так вот, мы видим, например, книгу, изданную в 37-м году, и видим, что она «Советская Беларусь» почему-то называется. Почему такое странное написание? Мы с вами обсуждали, что «Окни» было только в заимствованиях, да и то к 30-м годам правила об «Акани» распространили на все слова. Потому что был девятый пункт этой реформы, который гласил следующее. Интернациональные революционные слова не подчинять общему правилу об «Акани». Писать «революция», «коммунизм», «коминтерн», «пролетар» и так далее. В остальных иноязычных словах «О» писать через «А», но сохранять «Е». «Профессор», «Монолог», «Телеграф» и так далее. То есть это единственная известная мне реформа, которая специальным отдельным пунктом вводит ряд исключений, которые нужно запоминать. Это сохранялось до 1958 года. В 1958 году этот пункт отменили, все остальное сохранилось, как и было в этой реформе. Это нашло свое отражение в том числе и на гербе БССР. Это такая любопытная история. Вот как выглядел этот герб в 1920-е годы. Как я уже говорил, четыре языка, то есть «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», написано на русском, белорусском, польском идише. По-белорусски это выглядит следующим образом. «Пролетары у всех краин, излучайтесь». До этого, на самом деле, был еще один герб, на котором было не краин, а краеу. Но это неважно, это сейчас не буду трогать. Что происходит в 1930-е годы? Во-первых, уходят польский и идиш. А во-вторых, происходят некоторые изменения. Надпись эта теперь выглядит следующим образом. «Пролетарий у всех краин, яднайтесь». Потому что слово «пролетарий» — это, как мы знаем, интернациональное революционное слово. Поэтому оно теперь должно не подчиняться этому правилу и писаться через «о». Заодно и от яконья его избавили, потому что это тоже искажает облик священного слова «пролетарий». Поэтому оно теперь пишется через «е». Но еще там «и» в конце добавилось, потому что склонение теперь стало по образцу русского, а не по исконно-белорусскому образцу. Но это еще не все. В следующей версии герба происходит еще одно любопытное изменение. А именно, вернее, что тут я забыл важное обсудить. Почему тут «злучайтесь» заменилось на «яднайтесь». Если «злучайтесь», это «соединяйтесь», а «яднайтесь», это «объединяйтесь». Почему они отошли от исходного текста, ведь это же искажение лозунга. Потому что руководитель тогдашней ЦК писала, что каждый год она подписывает директивы колхозам о начале «случки», «случной кампании». А теперь подумайте, что мы предлагаем делать пролетариям на нашем гербе. Поэтому был предпринят мозговой штурм, и дальше вместо того, чтобы случаться, им предложили все-таки яднаться, хоть это и дальше от оригинального слова. То есть не объединяться, а соединяться. Ну, понятно, что это просто русское мышление, которое мы сейчас видим иногда, когда человек с родным русским пытается делать что-то по-белорусски, и что-то белорусское ему смешно, просто потому что оно выглядит не так, как по-русски. Почему же в следующей версии «яднайтесь» превратилось в «еднайтесь»? Потому что, продолжала писать эта женщина, вдруг нам потребуется перенести этот лозунг со строчки на строчку. Что у нас получится пролетария у всех краин? Яд. И на следующей строчке «найтесь». Это же недопустимо. И не важно, что в белорусском языке нет слова «яд», по-белорусски «яд» будет отруто. Было принято решение конкретно в этом слове, конкретно на гербе, не в других случаях, не подчинять правилу о яконе, и писать через «е», на всякий случай, чтобы не возникло никаких проблем. Дальше, в 1958 году это ушло, пролетарии стали пролетарами, яднайтесь, стало яднайтесь, но вот «злучайтесь» на герб уже не вернулось. Вот такие вот интересные политические события. Но, как я говорил, в принципе, изменения в этой орфографии были бы несущественными, если бы не тот факт, что белорусское общество, в общем-то, к тому моменту существовало в двух группах, а именно БССР и Западная Беларусь плюс эмиграция. И эмиграция, и Западная Беларусь не приняла этих изменений. Тем самым у нас с 1933 года появляются две белорусских орфографии, дореформенная и послереформенная. Советскую орфографию стали называть «Наркомовкой» от сочетания «Народный комиссариат образования». Я вас спросил запомнить фамилию Тарашкевича, автора самой важной белорусской грамматики, одной из первых. Вот дореформенную орфографию стали называть «Тарашкевицей». Но, как я говорил, речь-то шла не только об орфографии. Это и другие уровни языка. Это обработка заимствований. Обрабатываются ли они, их фонетика по русскому образцу или по польскому образцу. Это некоторые морфологические элементы, некоторые синтаксические элементы. И тем самым, со временем, изменения накапливаются все больше и больше. И это неожиданным образом аукнулось в 90-е годы, про что я сейчас тоже скажу. Ну и, соответственно, в Западной Беларуси она отдельно была до 1939 года. Дальше она вошла в БССР и, соответственно, была вынуждена перейти на основную орфографию. А вот Тарашкевица сохранялась в эмиграции, в первую очередь в США, до 90-х годов, когда Советский Союз распался. И возник вопрос, а не вернуть ли это реформенной орфографии в качестве официальной. Что происходит с белорусским языком в середине XX века? В общем-то, особо ничего интересного, кроме того, что он продолжает вытесняться русским. Там такая странная политика, которая, в общем, и сейчас продолжается. С одной стороны, язык поддерживается, пишутся и публикуются книги на белорусском языке, переводятся на белорусский язык книги с разных языков, в том числе с русского. Есть замечательные переводы русских классиков на белорусский, сделанные в то время. В белорусский снимаются фильмы, спектакли. С другой стороны, никто в руководстве не говорит по-белорусски. В середине 50-х, с конца 50-х годов изучение белорусского становится необязательным в школах. Оно становится по желанию учеников и их родителей. Соответственно, кто хочет учить что-то лишнее? Конечно, люди перестают учить белорусский, и его знания из городов стремительно уходят. Ну, в деревнях, как говорили по-белорусски, в общем, так и говорят. С другой стороны, появляется радио и телевидение, которое тоже вещает преимущественно по-русски. Соответственно, люди слышат русский язык и свою речь тоже подстраивают под русский, потому что, когда у вас близкоростный билингвизм, этого трудно избежать. Следы этого видны и сейчас. В 2011 году из 252 школ Минска было только 8 с белорусским языком обучения и 7 с классами на белорусском языке обучения. Правда, это именно язык преподавания, сам-то белорусский язык как предмет обязательный во всех школах, но, тем не менее, статистика довольно красноречивая. А еще важное событие, которое происходит в середине 20-го века, это появление тросянки. Что такое тросянка? Это как суржик, только в Беларуси, смесь русского и белорусского языков. Само слово тросянка появляется только в конце 80-х. До конца 80-х у этого явления просто нет отдельного названия, и изначально оно значит смесь сены и соломы. В общем, смесь русского и белорусского языков представляется вот таким образом. Как тросянка появляется? Основная ее причина – послевоенная урбанизация. Не столько телевидение, которое смотрят люди сельской местности и дальше переходит на русский язык, сколько переезд многих жителей села в города. Они приезжают в города, к ним и так негативные отношения, потому что нам это так сложно, а тут еще вы понаехали. Но кроме всего прочего, у них есть язык, который выдает сельское происхождение. Соответственно, стоит тебе произнести одно слово и уже понимаешь, что ты только вот недавно приехавший, ты не горожанин, ты чужак. Значит, к тебе можно относиться хуже, чем к другим горожанам. Соответственно, люди, которые говорили всю жизнь по-белорусски на белорусских диалектах, пытаются начать говорить по-русски, пытаются научиться говорить по-русски. Но мы все прекрасно знаем, как трудно избавиться от акцента, когда вы учите чужой язык. А когда вы учите язык близкородственный, ну ладно, вы учите английский, вы его недоучили, все, вас не понимают, вы не понимаете. А здесь-то понимание есть, вы прекрасно понимаете, что он говорит собеседник, собеседник понимает вас, просто относится к вам похуже. Соответственно, вы пытаетесь приблизить свой язык к целевому языку, а именно к русскому языку, но вам это не удается. Вы, если вы не лингвист, вы просто не всегда даже слышите, что вы говорите не так, как ваш собеседник. А дальше у вас рождаются дети, которым вы желаете лучшего будущего и учите их русскому языку. Только тому русскому языку, что вы считаете русским языком. И так появляется следующее поколение, у которых тросянка становится тем самым родным языком. Вот этот вот смешанный белорусский идем оказывается родным. Обычно это, если говорить сейчас, это некрупные города, или если в крупных городах это жители окраин. Скорее рабочие, чем интеллигенция, хотя, конечно, бывают разного рода исключения. Ну и вот если до 50-х стигматизированный язык в некотором смысле был белорусский, то после этого его место занимает тросянка. То есть кто-то говорит на тросянке, это необразованный, переехавший в город человек. Вот я не нашел хорошей записи, но вот транскрипция из диссертации про тросянку, замечательная, защищенная в 2006 году, и попробую это изобразить. Я говорю, я по-белорусску, я и дома часто, мне крыста говорить, ма, ты не у школы, ой, совсем уже. А дети мне рассказали, Валентина Ивановна, вам не подыходить по-русску говорить? Так смешно. Яны попросили меня не сказать по-русску и говорить, а вам это не идея. А вообще я говорю с белорусским акцентом, я сама это знаю, я ж зя реуне. То есть мы видим, что фонетика белорусская, лексика преимущественно русская, хотя какие-то белорусские элементы есть, и грамматика тоже преимущественно русская, хотя некоторые белорусские элементы есть. Интересно, что Тросянка в 90-е, особенно в 2000-е, переживает некоторое перерождение, связанное с постмодернизмом этого времени, когда начинают появляться тексты, созданные изначально на Тросянке в качестве такой языковой игры. То есть если раньше это мог быть язык какого-нибудь персонажа в книге, то дальше появляются тексты, в которых речь автора на Тросянке устроена. В 2000-е годы появляется передача «Колыбельная», которую ведут Саша и Серожа, такие вот люди из народа, так сказать, которые рассуждают по вечерам на Тросянке на разные актуальные темы. Ну вот если можно, я покажу один фрагмент, как это выглядело. Вот, скажем, тема «День сельхозработника». У них на самом деле не настоящая Тросянка, но... Если, конечно, говорить про чистоту воздуха, то в деревне лучше. Конечно. Но про развлекуху, что-таки городским, нужно помолчать, когда они скучно, скучно. Ну, у них всё есть, понимаете? У нас, нам раз в неделю киноленты привозят. И то индийские. Да, а долби никакого нету. Вы сами знаете, какое нафиг в деревне долби. Вот, у них... Видик один только в школе. Игральных автоматов нету, да. Казино нету. Ну вот, они обсуждали разные темы от сельского хозяйства до пересказа сюжета разных опер. Только в стилистике соответствующих персонажей, которые они изображают, и соответствующей речью. А дальше появляется ещё и музыка на Тросянке, где, собственно, лирический герой – это либо вот такой работяга завода, либо гопник с окраины. Саша и Серёжа записали один диск. И есть ещё группа «Разбитое сердце пацана», которые скорее вот как раз такую... У которых лирический герой – это вот такой окраинный гопник. А чего таки грустный мотив нет ответа? И так далее. Такая вот ироничная музыка, где лирический герой, его характеристики передаются в том числе и с помощью языка. Пойдем дальше. Про тросянку, если вам интереснее почитать, есть замечательное исследование Ольденбургского проекта из немецкого города Ольденбург под руководством Герта Хеншеля. Правда, не все в белорусской науке с ним согласны. На его статью, которую я переводил в журнале «Русский язык научного освещения», написала ответ белорусской социолингвистки Нина Борисовна Мечковская, раскритиковав его. Ну вот, два взгляда на тросянку, очень советую, если вам этот вопрос интересен. Да, в конце 80-х происходит то, что называется вторым белорусским возрождением, когда в разных советских республиках начинается рост национального самосознания, и это, конечно, происходит и в Беларуси. Люди интересуются своим прошлым, интересуются великим княжцем литовским, интересуются белорусским языком. Белорусский язык перестает ощущаться как язык сельский, он переходит на новый уровень, место непрестижного языка занимает тросянка, а белорусский становится язык новой национальной гуманитарной интеллигенции. Это происходит, особенно усиливается в 91-м году, когда в независимой Беларуси белорусский становится единственным государственным языком, до 95-го, когда приходит референдум, в котором 83% людей проголосовали за русский язык как второй государственный. После этого снова начинается некоторый период упадка, потому что вот в эти 4 года белорусский активно вытеснял русский, опять же, к неудовольствию многих, ну и к удовольствию других. Но в 95-м году большинство радостно перешли на русский язык где могли. Я помню, что в моем детстве, в начале 90-х, нас пугали, что по улицам ходят злобные националисты с лопатами, и пристают ко всем прохожим с вопросом, как по-белорусски будет лопата. Если ты не скажешь, что она будет рыдлёвка, тебе этой самой лопатой и бьют по голове. Я помню, я вырос в русскоязычной семье, я мучительно учил вечером слово рыдлёвка, чтобы на всякий случай не забыть его при встрече со злобным националистом. Если говорить про сейчас, то белорусский, конечно, к сожалению, не самый используемый язык. В городах вы его редко услышите в живой речи, хотя вы его увидите в названиях, вы его услышите в объявлении названия остановок. Но вот по данным последней переписи, 9-го года, в этом году будет следующая перепись, в 19-м, но пока ещё нет. Родным языком, ну, родной это такое, скорее, психологическое понятие, белорусский называют половину жителей страны, 53%, ну, те, кто по национальности белорусы, 60%. А языком повседневного общения 23%, меньше четверти. В реальности же это ещё ниже, потому что там есть и тросянка, которую кто-то может считать белорусским, кто-то может просто из принципа сказать, что пользуется белорусским, хотя на самом деле это не так, то есть выдать желаемое за действительность. Ну, и мы видим, что для горожан это, в принципе, 11%, и то это, скорее, небольшие города. Кроме того, белорусский, по сути, занимает такую символическую функцию. Вот мы видим схему Минского метро, я её уже показывал, где названия станции написаны по-белорусски и по-английски, тем самым показываем наш символизм. А выписка из правил перевозок ниже, как вы видите, по-русски, потому что, по мнению метрополитена, это важно для безопасности, поэтому это нужно оставить по-русски, чтобы было понятно. Замечаю, опять пошла эта языковая волна, но я же вас просил, не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт Белоруссии. У нас два государственных языка, два, русский и белорусский, не украинский, не российский, русский, вы понимаете, русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять? Разум или сердце? Опять какие-то жалобы уже от нашего населения, я не говорю уже о россиянах, что где-то вывески оперативно меняются, еще что-то, ну, слушайте, до глупостей доходит. Еду по дороге, трасса, как ее называют президентская, вывесили табло. В иконвой худкостный режим. Ну, понятно, мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек, или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык, в иконвой худкостный. Но понял, что режим. Неужели опять диктатура Лукашенко, вот он тут ездит, режим написано. Ну, что вы хотели этим показать? Ну, 50% населения, 50% с запасом, говорю, поймут, что требует дорожник или гаишник. Ну, а остальные же не поймут, да и притом неправильно перевели. С ошибками. Пришлось вернуть название нормальное, которое, оно у нас в крови. Кто поймёт, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко? Вот этот вот аргумент, что у нас два государственных языка, обычно идёт в пользу того, что говорите на нормальном языке, то есть по-русски, а не по-белорусски. Но через два дня это объявление поменяли на русскоязычное, соблюдая скоростной режим. В 90-е годы считалось, что белорусский – это оппозиционный. И, кроме того, как я уже говорил, вернулся второй стандарт Тарашкевицы. И то, в принципе, немногочительное белорусскоязычное общество и снова раскололось на две части, потому что сейчас огромное количество споров. И раньше было «мой белорусский настоящий, а твой ненастоящий». Нет, наоборот, «твой ненастоящий, мой настоящий». Такое слово есть в белорусском, такого слова нет в белорусском. Ты неправильно говоришь по-белорусски. Есть две белорусских Википедии на Тарашкевице и на официальном стандарте. Но ещё раз повторю, это не только орфография, это все уровни языка. Вот там Википедия, тут Википедия. Меняются нормы. Скажем, это в одном и том же троллейбусе сфотографировано. Не оттягивайте увагу водителя, а справа уже кнопка совести с кировцем. Водителя, русизм, заменили на кировцу, полонизм. Но что делать, если одно русское, другое польское? Ну и вот споры про то, что такого слова в белорусском нет, это поганый русизм. Нет, наоборот, вы придумываете каких-то слов, которых нет в белорусском, чтобы отдалить белорусский от русского. Таких споров полным-полно. Если я когда-нибудь допишу диссертацию, она будет как раз вот этому посвящена. Ну и вот мы видим, что в опросе, который проводится, белорусы, у русских всё просто чемодан, у польских всё просто вализка. У нас есть чемодан, который для части населения будет поганый русизм. Есть вализка, который для части населения будет нет такого в словаре, что вы придумываете. А часть не любит русизм и полонизм и берет слово «куфор», которое вообще-то сундук, но так как старые слова в новых реальностях могут получать новые значения, то это нормально. Ну и вот с чайником тоже видите, какое количество есть разных слов. Я организовывал фестиваль языков в Минске. Я организовывал фестиваль языков по-белорусски, по мнению этого человека. Понятно, что ни в русском, ни в каком-то другом обществе, где нормально используется национальный язык, такого представить себе невозможно. С другой стороны, я заканчиваю эту последнюю минуту, нельзя ли говорить сейчас о некотором третьем возрождении 2010-х, потому что белорусский снова стал престижным, снова вышел на первое место не только в среде интеллигенции гуманитарной, но и в технической, потому что огромное количество, например, программистов локализуют программы по-белорусски. Когда появилась социальная реклама, вроде такое мое первое слово «дякуй» или «мама-мова, любишь маму?» Опять же, подумайте, какая ситуация с языком, если его нужно рекламировать на билбордах. Тем не менее, они появились, раньше-то их не было. Некоторые торговые марки себя рекламируют по-белорусски. Samsung это стал делать первым еще с 90-х годов, но многие другие к нему присоединяются. Появляются популярные языковые курсы, на которые записываются толпы людей. Например, «Мова на нова», которая появилась в Минске, дальше распространилась по многим городам. Появляется мода на белорусскость. Есть замечательный, скажем, магазин «Симбльбай», и люди скупают разную одежду, кружки и прочее с белорусской символикой. Стали показывать кино по-белорусски. Раз в месяц, но все-таки оно есть. Или раз в уикенд, иногда бывает чаще, иногда реже, появились любители, которые озвучивают фильмы по-белорусски. То есть, вроде как, некоторое возрождение есть. С другой стороны, со стороны руководства отношение тоже двоякое, как советское время. С одной стороны, поддержка есть, те же самые билборды. С другой стороны, свежее высказывание Лукашенко. По-белорусски он выступил за последнее время только один раз после крымских событий. Как бы, делая такой знак России. Ну, а что будет дальше, в общем, непонятно. Это все очень сильно зависит от политики. Но появление интернета, кажется, дало белорусскому языку новые шансы на лучшую жизнь, чем было раньше. Просто потому, что это пространство, где он активно используется, и из которого он выходит и в реальную жизнь. Все. Спасибо большое за внимание. И я буду рад ответить на вопросы, воспринять критику и так далее. Я хочу сделать небольшое объявление и вопрос задать. Значит, характер объявления такой. Значит, у нас будут еще мероприятия, в том числе у нас будет такое мероприятие, как Белорусский разговорный клуб. Я не помню, когда, но, в общем, на этой неделе. 29-го, да. Понедельник. Значит, приходите все, кто хотя бы чуть-чуть знает белорусский, и кто хочет, допустим, его практиковать, не забывать, если вы белорусы живете в Москве. Вот, ну, потому что это мероприятие, которое напрямую связано белорусским языком у нас. А вопрос у меня такой. По поводу Аканье и Балтов. Ну, действительно, есть такой момент, что проиндевропейское краткое А, оно в Балтийских языках таковым и осталось. В славянских языках оно перешло в О. Ну, допустим, какая-то голова. Ну, голова пишется по-литовски голова, или, допустим, год по-латычски гац, или какое-нибудь слово око, но по-латычски ацис. Вот, действительно, есть такая пара, где в восточно-славянских языках с оконим будет О, в Балтийских А. И вы вначале как раз упомянули, что вот есть такая гипотеза о том, что в белорусском Аканье может быть не от русского, а от Балтийских языков. Известная вещь. Но вопрос. Ну, да, вы не сказали, никак не дали оценку этой гипотезы. Может, вы считаете, что это глупость какая-то. Ну, как я вам причитаю. Вот. Но почему вы называете это Аканьем? Потому что Акань, процесс совершенно другой. Это редукция. А в Балтийских языках это фонетический переход, причем который был там очень давно, и с Аканьем он никак не связан. Вот такой вопрос. Ну, это как раз тот случай, который я упоминал в самом перед лекцией, что на таких лекциях нередко аудитория в ряде вопросов разбирается лучше лектора. Вот, мне кажется, это один из таких случаев. Я ничего про это не думаю, потому что я не занимаюсь исторической фонетикой, я просто рассказал, что есть такая гипотеза. Я на самом деле, опять же, с моей позиции неисторического лингвиста скорее согласен с тем, что вы Никита сказали, что едва ли это можно таковым считать. Тем не менее, так как Балтов я упомянул, я счел возможным сказать про эту гипотезу, с одной стороны. С другой стороны, согласен, что процессы разные, но если бы я еще начал про редукцию рассуждать и все такое прочее, это бы заняло дополнительное время. Поэтому это такое, может быть, не вполне корректное упрощение в таком популярном формате. Но, опять же, думаю, что вы про это можете рассказать больше, чем я, и с удовольствием послушаю вас, если вы мне захотите про это рассказать что-то. Хорошо. По крайней мере, видео ваше я смотрю с удовольствием. Ну, я даю. Вопрос такой. Вот интересно, может быть, я не знаю, знаете ли вы что-то на эту тему. Вот почему, если сравнивать, скажем, Украину с Белоруссией, присоединение Западной Украины как раз способствовало отчасти сохранению украинского языка на Украине. А почему не произошло такое с присоединением Западной Белоруссии? То есть она как бы не выступила оплотом базы для сохранения языка. Кажется, дело в том, что в Западной Украине украинский в том числе был и языком городов. Западная Белорусь все-таки была устроена, тоже не совсем так, конечно, там тоже был польский и прочее, но кажется, что доля языка украинского в городах, то есть в культурных центрах была сильно выше, чем доля белорусского в городах Западной Белоруссии, которая была близка к нулю. Потому что в Австрии и Англии была культурная автономность, достаточно выразенная из поддержки персонального штата. Спасибо. Еще добавить можно. Дело в том, что после 1939 года в Западной Белоруссии, когда присоединились к Советскому Союзу, прошли дикие аресты, уничтожения, высылки и так далее. Всех прогрессивно мыслящих, в том числе по поводу белоруссизации, это опять те же самые нацдемы, и все они оказались либо в Сибири, либо не в Нигде. Завтра мы тоже так делали. Вот. И через. Приходится зачастую видеть такие расхождения, например, на культуре написано 5 тысяч, а в разговоре белорусском зачастую я слышу 12 тысяч человек. Правильно? Или это как раз два варианта, про которые вы говорите, и в продолжении это вот такой же самый вопрос. Зачастую приходится на письме видеть такие варианты, например, в словах с двойным кхен, ахахами, с проживанием, пишется смертный знак, и между двумя вариантами. Это как протестное написание, употребление дорожки лица, будет ли это в школе считаться ошибкой и так далее? Да, в школе. Спасибо большое. Да, в школе, конечно, это будет считаться ошибкой. В школе можно писать только, используя официальную орфографию. Ну, конечно, от учителя зависит, но понятно, что на тестирование, конечно, это не будет зачтено. Да, это написание мягкого знака перед другим мягким, ну или в удвоенных мягких согласных, это такая яркая, самая яркая, пожалуй, самая яркая черта Тарашкевицы, собственно, то, что отменили в 1933 году. Ну и те, кто считают, что это орфография настоящая белорусская, а не русифицированная, те продолжают там ставить мягкий знак. Более того, по законодательству нынешнему невозможно использовать Тарашкевицу, потому что это будет повод для того, чтобы закрыть ваше средство массовой информации. Что касается наличия или отсутствия окончания ау, то это тоже такое вот противопоставление, и это тоже аргумент в пользу того, что Тарашкевица это не просто орфография, а на других языковых уровнях. Да, в Тарашкевице считается более распространено использование окончания ау во множественном числе родительного падежа вместо нулевого окончания, которое по русскому образцу свойственно наркомовке. При этом и в наркомовке тоже бывает там какой-нибудь бомба, это будет нормативно и там, и там. Но вот этот тот пример про моумову, который я приводил, для некоторых это принципиально важно. И вот скажем, я автор вот этого самоучителя белорусского языка, и я когда его писал, у меня была проблема его ориентировать на наркомовку или на Тарашкевицу, потому что стоит мне что-нибудь написать, тут же половина скажет, что это не белорусский язык, автор, пользуясь терминологией середины 2000-х, выпей яду, убей себя в стену, потому что по-белорусски так не говорят. Но вот это, кажется, единственная книжка, в которой есть и наркомовка, и Тарашкевица. Мы с верстальщиком сделали так, что Тарашкевица пишется другим шрифтом и другим кеглем, ориентированным на основной, и вот там, на официальной орфографии. И вот там про окончание родительного падежа множественного числа как раз страница полторы, наверное, этому посвящено. В частности, есть прекрасная книга «Словник тяжкостя у белорусского языка сложностей», и рядом с ним на полке стоит «Словник тяжкостей белорусского языка». Вот эти вот две книги рядом очень хорошо иллюстрируют тяжкости белорусского языка, мне кажется. Все-таки, как мне кажется, «Слово» и «Моро» звучат по-разному. Так какой же клиент более распространен, как настоящие белорусы, все-таки чаще белорусы? Кто такие настоящие белорусы, это хороший вопрос. Мы проводим фестиваль языков в Государственном университете, соответственно, мы не можем использовать тарашкевицу, поэтому тут нам хотя бы не пришлось думать, какой вариант нам ближе, потому что мы могли выбрать только официальный и больше ничего. В анонсах, которые пишут нам лекторы, мы не исправляем тарашкевические тексты на наркомовские, хотя поначалу у нас были некоторые вопросы, нужно это делать или нет. Я говорю «Моу», я так привык, что у всех свой эталон настоящего белоруса, поэтому для кого-то будет, как бы вы сказали, «Моу» или «Моуау»? «Моуау»? Ну вот, пожалуйста. Будучая за «Моу»? Потому что будет перемогать тарашкевица. Почему? Поглядим. Вот. Спасибо огромное. Спасибо.